привет с вами стася сараева и сегодня мы начнем небольшую череду мини уроков по маркерам что такое маркер в привычном понимании обывателя маркер и фломастер это в принципе одно и то же но не тут то было друзья мои маркеры от фломастеров отличаются тем что маркеры это профессиональный инструмент маркеры имеют гораздо больше возможностей нежели фломастер маркеры делаются на спиртовой основе благодаря в спирту цвета маркеров могут друг с другом взаимодействовать и мы можем их смешивать не такой как варель конечно но добиваться каких-то новых оттенков плавных переходов мы с вами можем и так какие же маркеры бывают у меня маркеры фирмы скетч маркер но есть и множество разных фирм не обязательно они в плюс минус все одинаковые так смотрим есть маркеры грубо говоря в стандартном корпусе у каждого маркера практически у каждого маркера два наконечника это наконечник широкий наконечник долото и наконечник пуля тонкий наконечник наконечником долото удобно заливать какие-то большие поверхности соответственно полей прорабатывать детали да то есть можно делать тонкие штрихи одинаковой ширины то есть мы можем чуть-чуть наклонить пулю и получить более широкий штрих можем рисовать самым кончиком и получить тонкий штрих также наконечник долото не так то прост если вы посмотрите то наконечник он как бы обрублен с нескольких сторон мы можем взять и поставить наконечник на самый-самый кончик и тогда получить тонкую линию там можем поставить на уголок и получить еще более тонкую линию можем поставить ребром получить широкую линию а можем вращая маркер вот такую вот непонятную линию получать хорошие хороший способ кстати рисовать какой-нибудь мрамор так где нам нужна такая текстура живая так это что касается стандартных маркеров есть маркеры которые больше всего нравятся художником у них точно такой же наконечник долото но вторым наконечником является кисть почему же художники так любят наконечник кисть благодаря тому что это мягкий наконечник и с помощью нажатия мы можем регулировать толщину штриха можем рисовать самые тоненькие линии также можем заливать какие-то более обширные области но я конечно предпочитаю большие пространства заливать наконечником долото то есть можем варьировать ширину штриха закрывая множество каких-то наших потребностей даже просто отпечатки от наконечника они уже могут создавать какие-то текстурки да тут травка какие-то листики точечки в общем можно придумать много чего интересно итак какие бывают маркеры я рассказала а теперь хочу показать вам что же у нас находится внутри маркера чего из чего он состоит мне есть такой маркер над которым я периодически издеваюсь смотрите а изначально это пустой маркер в нем это не блендер в котором бесцветные чернила прям вообще ничего не было даже смотрите на колпачке он обозначается буквой и empty пустой в любых мне кажется линейках где есть пустые маркеры он точно также будет обозначаться и так заодно и покажу вам как менять перья в сменных маркерах у которых переменяются просто берем плоскогубцы и вытаскиваем перышком точно так же вытаскиваем 2 вот так вот выглядит пуля и дело то не покажу вам перышко потому что довольно таки хрупкое перо кисть потому что довольно хрупкое перо нежное если он начнешь вытаскивать то есть возможность его повредить поэтому вытаскивает их только в том случае если я собираюсь менять наконечник но мне кажется за всю за все шесть лет я поменял только один наконечник у скетч маркеров я имею до перо и да и вообще остальные потому что с ним ничего не происходит и так дальше посмотрим что внутри внутри вот такой вот картридж как губчатый такой в принципе похожие кадры джи вы могли видеть и в фломастер детских вот ничего какого-то секретного страшного в маркерах нет элементарная конструкция но вся фишка в перьях да у кого-то перья каких-то производителей перья получше у какие-то похуже у кого-то более мягкая упругая кисть у кого-то наоборот она твердая в общем нужно пробовать и выбирать свое а на этом я сегодня с вами прощаюсь до новых встреч пока пока